Всем привет! Отличный день! Кире вчера стало легче, я не знаю, почему у неё была температура. В общем, вчера день прошёл замечательно, хорошо. Я сегодня первый раз, наверное, за полтора года, ребята, выспалась так, что мне не снился ни один сон. Я вот как вечером легла, так только утром открыла глаза. Я чувствовала себя настолько поднята и позитивно, в общем, просто великолепно. Кирюха пошла в школу, я уже по дому всё сделала, сейчас включила какое-то кино посмотреть и, в общем, заняться работой. А также хотела сказать спасибо девочке. Блин, как её зовут? Катерина, Кристина? Не помню, потому что у меня всё в телефоне, а я тоже снимаю на телефон. В общем, в Телеграме она мне написала, тебе огромное спасибо, она мне написала по поводу песни, которую я вчера не могла вспомнить. И эта песня «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе полна, как сын грустит о матери, как сын грустит о матери». Вот эту песню я вчера хотела спеть, но я её просто забыла, она вылетела из головы. Причём я, когда с Кирой шла на танцы, я потом ещё периодически в гугле пыталась найти эту песню. Я её найти не смогла, так, в общем, и прошёл наш день. Вот, ну вот, сегодня мне её напомнили. Теперь, наверное, она у меня будет сегодня целый день в голове, я с ней буду ходить целый день в иллюминаторе. Вот, но нет. В общем, я сейчас буду заниматься работой и делами, буду ждать Кирюху со школы. Она с неё должна рано прийти, потому что сегодня у неё только 4 урока. Вот, и сегодня у нас нету ничего, ни танцев, ничего. И также хочу сегодня поискать где-нибудь курсы рисования. Или курсы рисования, или репетиторы рисования, потому что Кира очень сильно хочет красиво рисовать. В принципе, у неё хорошо получается, но она думает, что у неё получается плохо. И вчера я ей говорю, Кирюшка говорю, давай, говорю, пойдём в художественную школу. Нет, я говорю, чего? Я, с меня будут смеяться. Я говорю, чего с тебя будут смеяться? Потому что я не умею рисовать. Я говорю, ты что, странно? Я говорю, ну, кто, когда, куда-то идёт и учится, тот всегда ничего не умеет. И он учится. Для этого люди ходят в разные кружки, в разные школы для того, чтобы научиться. В общем, у неё какая-то такая странная вещь, что вот она всё делает плохо. Хотя у неё очень красиво получается. Она уже там много рисунков нарисовала. Но я без неё показывать не буду, потому что всё-таки это её личное. Если она захочет показать, она покажет. Сегодня придёт со школы, я у неё попрошу. Если, конечно, у неё будет желание. Потому что у неё уже появились новые рисунки, которые она рисует. И действительно, у неё получается классно. То есть она, ну, как бы она рисует не с... Блин, снег! Мне же больно! Вот каждый раз он так делает. Как только я разговариваю, он берёт ногтями, вцепляется мне в ноги. И мне так больно. У тебя же ногти огромные. Сейчас буду тебя стричь. Всё, надоел. Сейчас подстригу себе твои коготки, чтобы ты меня не царапал. И она постоянно думает, что, в общем, она делает что-то плохо. Но у неё реально хорошо получается. О чём я говорила? О том, что... Нет, не надо сюда залазить. Сбил меня с пантылыку. Она не рисует с головы. Она просто видит картинку, и она её пытается перенести на бумагу. То есть не копирует её, а перерисовывает. Вот так. Но у неё, получается, я же говорю, неплохо и хорошо. Я пытаюсь найти ножницы, чтобы коту подстричь ногти. Нашла только такие, но у меня ещё были маленькие. Я их не могу найти. Я недавно, кстати, снегу стригла ногти ими. Когти, когти, не ногти. Когти, да, снег? Вот. И сейчас я тоже это дело пытаюсь найти. Но вы знаете, да, меня? Я же такой человек, который, когда куда-то что-то ложит, я потом реально не могу найти. Причём я ещё потом думаю, блин, я эту вещь так долго искала. Надо её положить в то место, где я потом смогла её найти. Ага, конечно. Кладу именно в то место, где я потом могу найти. И нифига не помню, куда я положила. Короче, это только я так могу. Реально только я так могу. Вот они, снег. Я нашла. Так что идём тебе стричь когти. Давай. Давай, давай, давай. Надоел меня царапать. Подожди. Встретимся у машины. Это сколько можно? Вечно ты меня вот это вот царапаешь своими когтями. Всё. Ну, избавлю тебя от твоих когтей. Дай я достану коготь. Это я решил, что нам хорошо бы уехать. Да, ты бы обык вместе. Стоп. Ещё. Так, нет, ещё один. Ещё один очень важный, который прячется очень далеко, и его всегда сложно найти. Всё. Можешь быть свободен. Теперь ты можешь быть свободен. Понятно тебе, снег? И меня больше не царапай. Иди. Готово. Я это сделала. Труська, тебе, кстати, тоже надо ногти подстричь. Но тебя надо к Ветеринару вести, потому что у неё очень они грубые, жёсткие, и у меня просто не получится. И они ещё чёрного цвета. Вот точно такие же, как у Шанти. У Шанти коричневые. Их тяжело увидеть, где там... Бывает, из головы вылетает слово, и всё. Сосуд кровяной. Вот. Где этот кровяной сосуд, его не видно. У снега ногти чёрные, но они прозрачные. И у него видно, где этот кровяной сосудик. И я стригу как раз чётко под кровяной сосуд. А у собак чёрные-чёрные ногти или коричневые-коричневые непрозрачные. И там вообще ничего не видно. Поэтому собак я всегда вожу к Ветеринару, и он стрижёт. Как раз Стеру скоро надо везти к Ветеринару. Ей надо делать прививку. Потому что ей нужно было делать прививку ещё в январе. Но в январе она тогда болела, и Ветеринар сказал, что сейчас нельзя. А потом же у неё был горб, тоже сказали нельзя. А сейчас уже можно повезти её, сделать ей прививки все. Подстричь когти. И Стеру же хочу я стерилизовать. Потому что я не хочу. У неё вот-вот уже скоро должна начаться течка. И мне совершенно не нужно вот эти вот всякие кровяные приколы, которые будут происходить, когда у неё начнётся течка. В общем, мне нужно успеть. Но я думаю, что я, скорее всего, вряд ли успею. Уже, наверное, эта течка пройдёт. И через течку я буду её уже стерилизовать. Потому что у неё вот-вот уже должна начаться. Уже как-то переживём этот момент. Но прививки и когти обязательно нужно. Особенно Шанти. Тера ещё как-то их чёсывает. А Шанти вообще нет. У Шанти, посмотрите, какие огромные. И это мы их стрижём каждые два месяца. Но всё равно у неё вот такие вот они гигантские. И, конечно же, она сейчас не даёт косточку. Ты, Руся, да? Не даёт косточку? Ой, Ташанти. Ладно, всё. Проход-грохот, что случилось? Снег. Тебе не имётся чего-то? Стул взял, перевернул. Даже не представляю, что он здесь мог делать, чтобы взять и перевернуть стул. Снег, в чём дело? Что у тебя случилось? Боже, с этими животными скучно не бывает. Просто скучно не бывает. Только что они на мне прыгали, скакали. Что-то от меня хотели. Не знаю, что хотели, но вроде бы успокоились. Нет. Снег пошёл на кухню, чтобы взять и перевернуть стул. Потому что, видите ли, ему стало скучно. Сейчас уже Кира должна с минуты на минуту прийти. А я сегодня сижу, отдыхаю. У меня сегодня день отдыха. Знаете, иногда бывает просто вот какой-то день, целый день работы-работы и чего-то. А сегодня у меня просто день отдыха. Ну, я уже с утра сделала то, что мне нужно. И сейчас вот сижу, жду, пока Кира придёт. Я ещё так не люблю, на самом деле, когда у неё уроков мало в течение дня. Ну, то есть в 11.45 у неё заканчиваются уроки два дня подряд в неделю. То есть это вообще совсем-совсем мало времени. И я утром встаю, успеваю только поубирать в квартире, сделать кое-какие дела, и всё. И Кирюха уже приходит. Ну, вот. Ещё и на танцы сегодня не нужно. Вот были бы такие дни, когда танцы во время того, когда у неё мало уроков. Но нет, у нас всегда танцы в то время, когда у Киры по шесть, по пять уроков. Ну, честно говоря, это даже и неплохо, что уроки вот так вот рано заканчиваются, с одной стороны. А с другой стороны, я просто не успеваю по дому ничего сделать. Трусечка, Трусечка, Манюсечка, чего ты тут лежишь, грустишь? И очень непонятно, что происходит. Вот сюда, посмотри, Тер. Нет, скажи, я смотрю, я смотрю на мамку. Кира, уже полетели, полетели, полетели. Я иду. Алё. Мам, я открываю. А ты, как всегда, ну чё ты гавкаешь? Терпеть не могу, когда она гавкает вот так вот без повода. Ну, вот вообще не могу. А ещё какой-то лай у Шанти странный. Вот не люблю её лай. Она и соседей драконит постоянно, и меня этим лайем постоянно драконит. Каждый влог я это говорю. Каждый влог я это говорю. Ну, я просто не могу этого не сказать. Один самый нормальный член животных – это снег. Он всегда спокоен, уравновешен и полностью-полностью в теме. Да, снег? А я, видите, в кирыных штанах. Что-то я замёрзла сегодня. Вчера одевала её чёрные штаны спортивные, но они короткие. А эти как раз на меня длинные именно нормально. Единственные длинные штаны, которые у меня есть. Снег, у меня нет и твоего мячика. Как только руку в карман засовываю, снег сразу же думает, что я ему что-то давать буду. Так, что у нас тут есть? Опа-опа-опа. А у меня тут сухарик. У меня в карманах всегда куча всего можно найти. Кроме мячиков. Я не знаю, куда он их сделать в мячике, но у меня нет ни одного мячика уже. Снег, ни одного. Я не знаю, где они. Хотя, может быть, они под холодильником. Надо будет туда сейчас залезть и посмотреть. Кто пришёл домой? Мой родной ребёнок! Привет, солнышко! Как твои дела, принцесса моя? О, Боже, я так рада тебя видеть! Всё хорошо. Со мной всё прекрасно. Спасибо. Я так рада. Я так рада. Ты собираешь? Да, дай нить замочку. О, как я тебя люблю! Всё хорошо? Да. А я? Точно, всё хорошо. Да всё прекрасно со мной. Или как тебя надо встречать? Кира, привет! О, так лучше. Так лучше? А то я не шуню так. Я тебя люблю сильно. Вот не люблю, когда ты так делаешь, конечно. А так вообще люблю. Смотрите, а? Нормально? И теперь я так пошла. Ты-дым. А ну, отпусти. Будет она идти за своей косточкой? Ты-дым. Тера, смотри, я с косточкой хожу. Я с косточкой хожу. Не провоцеру! Не надо! А я с косточкой. Она потеряла косточку. Тера! Тера! Смотри! Опа! Опа! Ап! Не успела. Как в школе дела? Мама. Чё новенького? Ничего. Чё старенького? Ничего. Чё получила? Ничего. Чё делала? Ничего. Научилась чё? Ничего. Чё-чё-чё-ничё? Вот ты чё пошла в школу тогда вообще? Не знаю. Оценки не получила. Ничего не научила. Ничего не научилась. Ничего интересного не было. Чё ты в школу ходишь? А я не знаю. Ты меня туда отправляешь. Я тебя туда отправляю? Обувь сними, Кир. Ты сейчас тут натопчешь. Я тебе дам тряпку и будешь вытирать. Он, Шантюси лучше погладь. Босинка, Шантюси. Шантюси, девочка, любимая, красавица, роднёсенькая такая, как пупусечка. Шантюси, иди ко мне. Как пупусечка. Иди ко мне. Успела? Ха-ха-ха. Шантюсичка, босечка, девочка. Она потолстела. Такая красивая. Конечно, потолстела. Спит и ест, ест и спит. Спит и ест, ест и спит. И больше ничего не делает. У нас, кстати, все потолстели. Тера поправилась уже на диету, её посадила. Шантюси на диету не сажу. Она уже старенькая, ей можно кушать много. И снег у нас тоже раскабанел. Тоже сидит на диете. Вот такой, посмотрите, пус у него. Ага, на тебе твой хвост. На тебе, снег. Снег. На тебе твой хвост. Твой, твой, твой. А, твой хвост не хочешь, да? Конечно. Тера, тебе удобно? Где бы ни стало, везде Тера должна на моей ноге обязательно кушать косточку. Шантюсечка, бусечка, девочка, красавица, родная, дорогая, любимая. Ой, тяпкая девочка. Так что, действительно ничего? Нет. Обалдеть. Вот это, конечно, не прикольно. А я кино там смотрю, Кирок. Да. Да, я не закрыла, они закрылись, когда мы выключали вчера компьютер, поэтому я сейчас смотрю кино. Прям в яблочко. Кто в яблочко? Нож кинули, прям в яблочко. А, да, ну я как всегда, я как всегда смотрю ужастик. Вот так вот, ребята, входит в школу, входит в школу и нифига туда не приносит. Хорошего и неплохого вообще ничего. И что, и по-английскому ничего не получила? Да ну тебя, Кира, в общем, завтра в школу не пойдешь. Чего туда ходить, если ничего не учишь, ничего не приносит? Да я шучу. Мила, мама! Нет, я не шучу. Первая слава, вторая вторая. Я шучу, я шучу. Но так нечестно. Обманюшечки, ёшечки, обманюшечки, ёшечки. Это нечестно. А где твоя серёжка? У меня не было серёжек. А, а то на втором ухе. Я думаю, боже мой, опять потеряла серёжки. Кира все серёжки потеряла. У неё все серёжки по одной штуке. Все причём золотые по одной штуке. Мама, это нечестно. Честно, честно. Как это нечестно? Ну нечестно, так шутить. Это вот серьёзно. Я не пошутила, я обманула. Но обманывать нельзя. Обманывать, конечно, нехорошо. У меня не учиться. Обманывать нельзя. Ну, мама, всё. Всё. Странно. Мам, ты сказала, значит, надо выполнять. Конечно, надо выполнять. Да. Поэтому я сейчас буду выполнять обязанности мамы. Буду тебя кормить, поить, любить и целовать. Мама, ты моя роднюсечка, Люсечка, Дусечка, красоточка, Масечка, Бусенька, Матю, Бусенька. Мама, я тебя люблю. Я тебя люблю, 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 я тебя люблю. Как это тебе не важно это? Как я и говорю, что я её не люблю. Ах, ты меня не любишь? Я тебя люблю. Мне не важно. Мне важно в школу не пойти. я обиделась и я обиделась и навсегда не подходи ко мне кстати песню вчерашнюю мне напомнили знаешь какая земля в иллюминаторе земля в иллюминаторе полна космос и иллюминатор космонавт ты сказала космонавт космос ну так это живот земля в иллюминаторе можно сказать как называется песня земля в иллюминаторе я думаешь помнила вообще слова я помнила в голове своей что какой-то есть сюжет песни а я то про что песня то про машину космонавт через иллюминатор смотрит на землю вот тебе песня короче я тебя люблю я пошла тебе готовить кушать я знаю что я нечестная вообще нечестная несправедливая и я вот такая какая я есть пожалуйста 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 мой свет ладно кира обижается я бы закатывать кушать что стой тайну кирюшка но это же была серьезная шутка ты прям приняла ее как промежутку слушайте если на какими господи у меня штатив ломается пальцы ломаются чуть телефон не шлепнулся пожалуйста не плачь не утонет в речке мяч я лучше пойду сделаю твои обязанности и повешу твое пальто я могу я могу делать все что ты хочешь целый день я не пойду в школу давай я сама сделаю я все сделаю сама кира нет даже не думай не ну кирюшка но серьезно на самом деле это же была шутка я же не могу так просто тебе сказать в бах и не пошла в школу да потому что ты вчера и так со школы ушла с полуслова нет малька ну почему 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 покачину я пошла готовить кушать нет 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 ты ничего не сделаешь ты школу пойдешь потому что я ты еще вот когда будешь будущая мама твои дети будут к тебе подходить с таким вопросом и ты будешь им тоже самое говорить я не буду спрашивать мамочка почему ты говоришь потому что я мама я тебе тоже иногда разрешаю школу не пойти вот отдых нужен конечно ты вчера отдыхала сегодня у 4 урока киротя завтра тоже 4 урока и чё и чё ты не успела в школу прийти уже домой пришла время пролетело что незаметно было ты соображаешь что ты делаешь блин ты соображаешь что ты делаешь ты мою кровать сажал он съел твою кровать да ну посмотрите это снег это кот это нет это кот это кот обиделся обиделся но не надо не надо его ты чё ты что делаешь то а ты там ты нормальный бегом бегом убегай все он спрятался кира он честно спрятался он на мышку прыгнул он на мышку прыгнул он кровать съел и он спрятался на снежок спрятался маська не надо нет и лучше достань мне вешалку я повешу твое пальто и пойдем он откроет это же он не ломает шкаф потом кира это же он потом в отделении делать черти что понимаешь я тут убираю а он там устраивает дебош винишь ты меня отодвинь пуф снежочек ну все давай мириться зло ты зло маленькая мы будем мириться мой хороший мальчик маленький такой бусинку будет он не хочет мириться ну и все туда сидит там обижены я тоже обижена так супер давай что делаешь ты что делаешь вылетел оттуда нет все закрыты двери для тебя двери закрыты кира руки помыть мазь пожалуйста руки помыть ты пришла после с улицы до сих пор не помыла руки и с тобой на ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля поговорили он не злой он смотрит на себя в зеркало красивый снег красивый ох какие все красивые не на это можно смотреть вечно в общем я пошла готовить кираты руки мыть готовлю пельмешки здесь уже часть помидорками а также будет кире шоколадный фонданчик он сейчас немножко с разморозится и духовка для него уже включена вот такой будет у нас обед а кира что делает я даже и не представляю что ты делаешь кирюшка делаешь или ты смотрю дневники вампиров а также она кушает черничную пасту ты еще не начала есть кира кира нет я начала есть пожалуйста ты должна вот у все скушаться я начала это как витамины о молодец а еще я кирин рюкзак закинула в стирку сейчас он достирается потому что безумно грязный желтый цвет черный уже вот все подоставала что у киры в рюкзаке было показать пенал пенал один пенал 2 здесь у нее ручки здесь у него карандаши и тетрадки 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 книжки тетрадки дневник книжки и планшет потому что в планшете все книжки вот такое вот кира практически каждый день носит это на 4 урока если уроков больше то тетрадок больше а так вот все больше ничего нет у нее а кира что-то такое ай-яй-яй-яй-яй что это ты носишь что это ты покупаешь зефир зефир надо сказать школе чтоб тебе не продавали ты никогда принесешь палочку вашу вкусную которую ты каждый день в школе покупаешь сырную пожалуйста может мне завтра принести две палочки я хочу попробовать кира говорит они в школе продаются просто бесподобные какие-то сырные палочки я хочу попробовать что же это за сырная палочка тоже везде горит кого слышно компьютер окна запотели можно рисовать вот такое вот сердечко а еще можно делать отпечатки рук видно 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 открыть окно потому что все запотелось из-за того что там готовится там готовится и здесь уже можно выключать и звать кирюху на обед а здесь у меня собака охраняет косточки я дала все косточки которые я попрятала и вот теперь она ходит и каждую каждую охраняет а здесь сидит терочка с одной и наблюдает за этим всем а это никак не может успокоиться потому что у терры есть одна косточка и ей нужно ее обязательно забрать пока она все не заберет она не угомонится и все надо смотрите видите и снега даже прогоняет от своих косточек ты жадина говядина кусок шоколадина курица пришла понюхала и съела кира пошли уже шанти ты бросила свои косточки ничего себе там терра уже все съела пошли зайка кушать смотрите косточки без присмотра ты руси на месте шанти я в шоке ты все оставила давай на меня терчика кстати кирюшка там еще тебя ждет сюрприз да 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 все все забрать только чтобы теря вообще ничего не осталось знаешь под какую музыку я делаю под какой а можно это я не знаю что там за музыка что это будет так кто вы такие это елена говорит я ведьма но угони а потом я ангел а он ангел будет степан и а я король а до едой дэймон в общем кто не понял это из дэймоники вампиров китая приятного аппетита всем кто кушает вместе с нами приятного аппетита это самая любимая у киры вкусный вкусный вот это не только горячие щеки тюлю и ууууу а я как всегда за кирой доедаю никогда не доедает никогда не доедает вкусненько сновами обед заканчиваем и куда идем молодец Після чего повиняйте отримой доски по разряду. Кир, ты думаешь, что и так мозг расчешешь, и он будет лучше работать? Мне просто так кайфовало, когда я так делала. Так я понимаю, что тебе так кайфовало. У тебя сразу отключаются все рефлекторы, и ты не понимаешь, что ты учишь. Поэтому не чеши себе голову. Да, приятно. Я знаю, что приятно. Ну не чеши голову. Ну куда холодно, Кира? Я открывала на проведере, меня ты закрываешь. Настя же открываешь, чтобы тут холодно было. Так мне холодно. Лучше включи увлажнение, освежитель воздуха, и будет прохладнее. Или разденься. А вот так вот я выучила. Треба за допомогою прописывания нулев справок порівняти цифры у дробовій частині, після чого отримане порівняти щось там поразрядно. Ну, это первое или уже второе правило? Второе. Молодец. Молодец. Ещё чуть-чуть, и будет всё идеально. Снег, ты попрошайка. Ты попрошайка. Это я пришла с прогулки с собаками и пришла с пакетом корма. И вот он попрошайничает. А здесь у меня сломалась ключница моя. Что-то отвалился. Эфирева башня, и не держит ключи. Сейчас я тебе дам. Шанти кушает косточку. Принесли домой мало. Китя. Кирюша. Кирюша. Кира. Раздень, пожалуйста, собак. Ты выучила правила? Сегодня с Кирой учили-учили правила. И что-то мы никак их не можем выучить. Ну, честное слово. Она их запоминает. Но знаете, в чём у неё проблема? Я ей, когда говорю название правила, она почему-то их не слышит. Кира, а тут же ещё вот каких-то два есть. Мы с тобой их не учили. Правила, запись, дробь, частына. Это те же. Так, может, давай повторим? Нет, ты собак раздрени, а не пакет дай мне. Кира, там в пакете нету ничего интересного на самом деле. Вот собак нужно раздеть. Там я купила косточки. К снегу возьми корма. Во, давай. Боже, боже. Как же он летит, летит. Хочу, хочу. Кушать. Не могу. Шанти. Дай я тебя раздену. Истеричка ты. Подожди. Да подожди. Дай, дай сниму. Всё, забирай свою косточку. Знаешь, что у тебя приколы, что? Терри, знаешь, когда я Терри вот так вот даёт, Терри, она смотрит, как делает. Вот так вот, видишь, и всё облизывает. А когда я снегу даёт, чтобы он докусил, потому что я руки могу спачкать. Типа, срезала, что там одна корминка. Я не хочу его убрасывать, и тем не менее руки пачкать не хочу. И он такой, сумасшедший меня, ты чё? Нет, в высыпле. Идём правила повторим. Идём. Пошли. Сейчас проверим, как Кира выучила или не выучила. Давай мне. Давай. Ой, я если что в шортах, да? Я если что в шортах. Садись сюда. Если что в шортах, вот. Да, в шортах. Нет, я тут буду. Так, ну что? Давай тогда начнём. Нет, только ты же не подсматриваешь. У меня тут подсказки. Подсказки у неё? Какие у тебя могут быть подсказки? В данном и про заряд. И что, что, что? По разрядному. Ага, по разрядному. Ну давай. А правило порівняння десяти дробей з різними цілими частинами. Из двух десяти дробей більше той, у якого ціла частин не больше. Властивість десять дробей, які закінчуються нулю. Запис? Да. Нет, десяти дробей, які закінчуються нулю. Всё про ноль. Повтори. Властивість десяти дробей, які закінчуються нулем. А типо значение дроби? Господи, Кіра, да мы с тобой учили уже миллион раз. Які треба? Якщо до... Я бы сказала, ну нельзя. Якщо... Якщо... До десяти... Дроби... Приписати... Будя бутилька. До якого нулю, Кіра? До десяти... До десятого дробу. А, якщо до десятого дробу приписати будь-яку кількість нулів, ми отримаємо... Дві... Який дорівнює даному. Молодець, следующее. А, що следующее? Дальше. Продолжение правила. Значення дроби, Який закінчується нулю, не змінюється. Да. Якщо... Він відсутній в останньому записі. Він це хто? Нуль. Він відсутній. Зрозуміли, да? Він відсутній. Ноль відсутній. Ноль відсутній. Правило запису дробової частини десятого дробу. Це найкраща любиме правило. Тому що воно починається точно також, як починається названня правила. Запис дробової частини десятого дробу містить стільки цифр, скільки нулів у записі знаменника відповідного звичайного дробу. Єс! Ми це сказали! А тепер правило порівняння дробів з рівними цілими частинами. Треба за допомогою приписування нулів, зрівняти кількість цифр, а потім порівняти отриманий дроб. Отриманий дроб. Ну чи ж там записувала слова свої? Отриманий дроб і... Що там і? Поро! А, і поділити... Господи, отриманий порозрядно! Ти ж записувала! І порозрядно? Не буде і порозрядно! Просто порозрядно! І порівняти отриманий дробий порозрядно, ну ладно! Короче, Кіра не могла запомнить два слова – порозрядно, а ще і данному. Я їй сказала, Кіра, запиши вот эти вот слова себе, как заметочку, где-нибудь, чтобы когда ты правила выучиваешь, вот тебе вот эти два слова так хопа-хопа-хопа. Давай ще раз. А потом у неё ещё было такое слово, когда тут было значение, значение дробу. И она говорит, блин, я не могу это слово запомнить. Я говорю так, пиши, когда будешь писать контрольную, пиши ЗНЫ ДРЫ. ЗНЫ ДРЫ. ЗНЫ ДРЫ. Как видите, у нас уже темнота, темнота ляпота. Мы вам на сегодня говорим всем пока. Спасибо, что провели этот день вместе с нами. Всем чао! И я пошла её снова учить и кусать. Мяу! Мяу! Узинка моя любимая девочка сладкая, дорогая такая! Мяу! Всем пока, ребят!